И снова всем привет! Вы на канале ОНБ. Сегодня мы поговорим о грунтах и видео наше сегодня будет заточено именно для новичков. Так что специалистам здесь сегодня делать нечего. Прошу прощения, вы можете посмотреть свой любимый сериал или заняться детьми. А для новичков сегодняшнее видео будет весьма интересным, потому что все-таки очень много путается народ, да? А именно в понятиях первичные грунты, вторичные, порозаполняющие. Что это все, да? Что это, да. Что для чего, что используется. Многие путаются. Именно поэтому, чтобы развеять вот эти вот все путаницы, сегодня мы и дадим наиболее подробное видео для новичков. Весьма будет полезно, и теория для вас будет важнее. Посмотрите, пожалуйста, внимательно теорию, не перематывая. Кому надоедает слушать, поставьте на полтора скорость, вы будете слушать и речь, но это пройдет немножко быстрее. Но это будет поднимать вам настроение, да? Немножко. И это будет поднимать вам настроение? Пока! Как так. Ладно, погнали. Проведет обзорчик Кристина, а дядя Олежа поснимает все на камеру. Итак, давайте рассмотрим это все на примере линейки Баклер. Производство Солигорск из немецких компонентов. Этот грунт мы уже неоднократно испытывали в нашей, так сказать, лаборатории, и он хорошо себя зарекомендовал. Наверное, возникнет вопрос, почему же мы называем эпоксидный грунт антикоррозионным, ведь в нем нет кислоты, которая борется с ржавчиной. Да, у него нет кислоты, но у него очень плотная структура, молекулярная структура, которая и является щитом от воздуха и влаги. Но кислотный грунт можно по праву назвать антикоррозийным, так как за счет своей кислоты он не просто защищает, а он еще, вступая в реакцию, останавливает очаги коррозии. Вторичные грунты – это акриловые, поронаполняющие, выравнивающие, кто как их называет. У акриловых грунтов менее плотная молекулярная структура, за счет этого они являются гигроскопичными, то есть влагу они пропускают. Поэтому я бы не стала называть их антикоррозионными. Хотя в названиях акриловых грунтов можно встретить слово антикоррозионный, но здесь хотелось бы уточнить, что никаких антикоррозионных свойств они не имеют. Они служат только для удаления каких-то мелких косяков и выравнивания каких-то поверхностей. Давайте поделим наши грунты на две категории – это первичные и вторичные, чтобы вам было немножко проще. Соответственно, первичные наносятся первыми, вторичные – это уже финишная работа. То есть первичные наносятся первыми, когда мы защищаем металл и проводим подготовительные работы. Многие не придают этому значения, но первичные грунты намного важнее, чем порозаполняющие. Именно от первичных грунтов и зависит то, насколько долго ваша деталь проходит после ремонта. Ну а порозаполняющими мы уже выравниваем поверхность и наводим красоту. Надо понимать, что на шпаклевку вы, конечно, красить не будете, поэтому не стоит недооценивать акриловые грунты, так как он все равно создает барьер между ремонтной зоной и также заполняет риск. Первичных грунтов у нас два – это эпоксидный и кислотный. Давайте же разберемся, в чем их разница. Сходство – это понятно. Они оба имеют плотную структуру и являются хорошими изоляторами. Разница в том, что в эпоксидном нету кислоты, а в кислотном, судя по названию, она есть. Не все продавцы очень продвинуты, поэтому, если вы услышите название реактивный, кислотный, либо фосфатирующий – это все один и тот же грунт. Между первичными и вторичными грунтами есть существенная разница, а это разница в их нанесении, в манере нанесения. Какая же? Первичные грунты наносятся очень тонкими слоями, полупрозрачными. Не стоит сразу уложить большой толстый слой, потому что он может просто отвалиться. Так как на толстом слое сверху у вас образуется корочка, соответственно, прекратится доступ кислорода, и нижний слой у вас не высохнет. Но впоследствии такой слой у вас просто-напросто отвалится. Поэтому обязательно подчеркиваем у себя в мозгу этот момент – первичные грунты обязательно укрываются тонкими слоями. В каких же случаях наносится эпоксидный, а в каких кислотный? Эпоксидный грунт наносится на голый металл, на котором вы уверены, что очагов коррозии на нем нет и их не было. Кислотный же грунт наносится в случае, когда был очаг коррозии, но вы его вычистили, и вы, возможно, не уверены, что вы вычистили его на 100%. С маленькими, буквально, вкраплениями точечными коррозии ротофосфорная кислота, которая находится в составе грунта, справится. Но если вы рискнете или нанесете все-таки этот грунт на чипсы ржавчины и будете надеяться на то, что это вас спасет – нет, это не панацея. Ситуацию нужно расценивать все-таки немного адекватно. Здесь одна очень важная вещь – на кислотный грунт нельзя шпаклевать. Почему? Кислота, которая находится в грунте, вступает в реакцию с отвердителем из шпаклевки. И в ходе этой реакции кислота просто нейтрализуется, как кислота из сода. Бытует мнение, что все возьмет просто и отвалится. Нет, оно не отвалится. Все останется на месте. Единственное, что ваш кислотник превратится в эпоксидник. И тогда смысл, что вы им работали. Попросту говоря, кислота нейтрализуется и уйдет из грунта. Поэтому он обязательно перекрывается акриловым грунтом. С акриловым грунтом он не взаимодействует никак. И акриловый грунт будет у вас своеобразным щитом, барьером между кислотным грунтом и работами шпаклевками. Стоит заметить, что если акриловые грунты мы разбавляем теми же разбавителями, что и краски, то эпоксидный грунт имеет свой разбавитель. И разбавлять нужно исключительно им. В противном случае свойства грунта будут нарушены. И ждать чего-то хорошего от него не стоит. В линейке Баклер также имеются и разбавители для их продукции. И если они есть, стоит пользоваться родными разбавителями. Это будет гораздо лучше, чем универсальные. Сразу забегая вперед, хотелось бы сказать и открыть этот вопрос, потому что они задаются постоянно. Можно ли кислотник перекрывать эпоксидником? Можно, но это неэффективно. Давайте разберем, почему. Когда мы нанесли кислотник? Кислотник мы наносим в случае, когда у нас была ржавчина, которую вы вычищали. То есть, соответственно, металл у вас уже будет с дефектами. У вас будут какие-то рытвины или... В общем, он будет неровный. Вы перекрываете эту деталь, допустим, эпоксидным. Но, по правилам, он наносится тонкими слоями. Далее мы сушим деталь, потому что понятно, что на мокрый грунт вы шпаклевать не будете. Но когда деталь высохнет, понятно, она становится глянцевой. А чтобы положить какую-то шпаклевку, вам нужно замотовать деталь. Когда вы начинаете матовать такую деталь, ввиду того, что слои у вас очень тонкие, вы просто их снесете опять до железа. А вот акриловый грунт позволит вам дать хороший слой, который вы сможете замотовать, не пропилив до металла. Давайте подведем итоги и закрепим знания. Грунты бывают первичные, бывают порозаполняющие. Одни являются изоляторами, другие являются наполнителями. К первичным относится кислотный и эпоксидный, а к вторичным акриловый. Эпоксидный мы наносим на чистую деталь, а кислотный мы наносим на деталь, очищенную от коррозии. В принципе, эпоксидный можно нанести на отпескоструенную деталь, в которой вы уверены, что на ней нет ржавчины на 99,9%. Акриловый наносится на шпаклевку и является завершающим этапом перед покраской. Да, есть хитрые комбинации эпоксидных и акриловых грунтов, но об этом не сегодня, расскажем как-нибудь в следующий раз. Ну а на сегодня все. Надеюсь, видео для вас было очень полезным. Это как бы основные моменты, на которые стоит обратить внимание. Ну а практическая часть, как разбавить, как это все наносится. То есть, если вы хотите увидеть, пожалуйста, смотрите на канале OneBet. Таких видео много и, в принципе, по линейке Баклер тоже. А на сегодня все. Здоровья всем крепкого. Настроения бодрого. Добра. И денежек. Побольше. Север. Север.